У нас в студии чемпионы пауэрлифтинга, обладатель мировых рекордов, тренер Александр Луговой и тринадцатикратный чемпион мира по пауэрлифтингу, мировой рекордсмен по жиму, лёжа Эмин Мамедов, Союз пауэрлифтеров России. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну для нас огромная честь приветствовать вас в нашей студии. Я вообще наслаждаюсь уже много лет, как мужчины тренируются, присутствую иногда в зале и смотрю на это всё. Когда вы поднимаете штанги весом больше 400 килограмм, это что-то невероятное. Как вообще это возможно? Расскажите. Саша, ты вообще там, я не представляю, сколько там, ты тонник, да, говорят, называть тебя тонником? С выше тонны собрал в троеборе. В этом году моей спортивной карьере исполняется 10 лет уже в декабре этого года. Ну из года в год поднимал, рос, развивался, шагал вперёд. Ну это вообще незаметно как-то, естественно для вас? Или как это происходит вообще? Как поднимать такой вес? Когда я начинал заниматься, веса на штанге 300 килограммов, в всём мире это были такие, не то чтобы запредельные веса, но околокосмические, скажем так. На сегодняшний день, наверное, к этому разряду можно отнести веса со штангой уже свыше 400. Спорт не стоит на месте, возможности человека развиваются, мотивация у людей растёт, у атлетов стремятся поднимать больше. Конечно, о таких цифрах в начале своего пути я не мечтал даже, но и старался никогда себя в рамки не загонять, чтобы двигаться дальше. Как вы выбрали именно пауэрлифтинг? Почему выбор пал на этот вид спорта? С детства занимался командными видами спорта, футбол, баскетбол, далее была борьба, получил небольшую травму, попал в тренажерный зал, чтобы укрепить слабые места, восстановиться. Уже тогда было понятно, что командные виды спорта – это не моё, но в борьбу я тоже не вернулся. Затянула у меня штанга с тех самых пор и поднимаю по сей день, с 14 лет. 10 лет спортивной карьеры, при этом вам сколько лет? Мне 28. Фантастика! То есть с 18 лет ты уже такие громадные просто веса. Эмин, расскажите, как это возможно вообще в таком возрасте такой вес поднимать? Ну, я, во-первых, 6 лет в спорте, я мастер спорта СССР по вольной борьбе, карьера закончилась, почему? Потому что отец военный был, переезжали город в город, разные города, приехали в Тольятти. В Тольятти моя карьера началась, ну, я уже давно, пару лифтинги, ну, можно сказать, что не пару лифтинги, в жебе лёжа, отдельное его движение. Прямо тянет год к году, ну, как-то к бойцовке собаки без боёв не могут. И я так же не могу, и вот Саша моя мотивация, я ему каждый день пишу, говорю, спасибо тебе за всё, за то, что меня мотивируешь. Тем более мне немало лет, 49. Пару лифтинга это тоже много, значит, потому что возрастом тяжеловато, ну, и я это в голове себе перебариваю. Редактор субтитров А.Семкин Ну, это вообще потрясающе. 49 лет, 13-кратный чемпион, и вы продолжаете побеждать. А Александр же ваш ученик, правильно? Нет, Саша мой тренер. Тренер, да? Всё наоборот оказалось. У него огромное количество учеников, да, правильно? Ну, Саша очень грамотная программа, прямо чувствует меня. Не то, что меня, многие спортсмены, я же вижу со стороны, очень грамотно подходят к тренировкам. Чувствуют, когда вот надо так, надо слушать. Единственное, надо слушать Александра. Вот даже бывает, что он на тренировках чуть позже приезжает, я сижу, жду его. Вот совсем недавно вы вернулись, да, с соревнований, где победили. Расскажите, как это было, что там происходило? Это был чемпионат мира, хотя чемпионат мира у нас иностранцев уже нету. Иранцы были, турки были. Не знаю, там, ну, ближе и за рубежи, вот этот Аджикистан, там, Белоруссия были. Был чемпионат мира. Ребята были хорошие, достойные. Своей категории я первое место занял, 410 килограмм, пожал. Поздравляем, это потрясающе. Спасибо. Абсолютно категории, да, проиграл я там несколько очков. Мальчишка весил 85 килограмм, пожал 380, меньше меня, но по коэффициенту, абсолютной категории он выиграл. Молодец, достойно. Я в абсолютке стал вторым. Ну, это вообще хорошо, что есть смена, растет достойная смена, и чемпионы еще будут, конечно же. Конечно, мне это приятно, что люди не бросают, молодежь занимается. Мне это очень приятно. Мне вообще приятно, когда я в спортзале вижу молодых ребят. Хочется подойти, подсказать им. Ну, некоторые есть, которые такие гордые, там, ну, я стесняюсь к ним подходить. Есть, которые вот на тебя смотрят прямо так, прям таким глазами подходят, говорят, вот сделай вот так, вот сделай вот так, сделай вот так. Вот человек прямо от души, прямо относится, понимает мое замечание правильно. Конечно. А еще у нас здесь в Тольятти будет проходить, да, какое-то соревнование? 28 октября будет проходить чемпионат Европы в городе Тольятти. По пауэрлитингу и отдельным его движением будет проходить на стадионе труд. Поэтому будем очень рады и вас, и всех. Все желающие могут прийти, да? Да, все желающие. Спасибо. Идти, посмотреть, что это за вид спорта. Всех приглашаем, приходите поддержать наших героев, наших победителей обязательно. Александр, ну вот как давно вы начали тренировать, и что вам дает эта деятельность в эмоциональном и в спортивном плане? Тренировать я начал еще со школы, в старших классах. Уже понимая, что хочу поступить в педагогический институт. Что, собственно, и произошло. Я поступил на кафедру олимпийского профессионального спорта. Сейчас у меня очень много учеников по всему миру. Недавно проходил Арнольд Классик в Мадриде. Там участвовало моих трое учеников. Недавно, это на прошлых выходных. Пауэрлитинг, спорт с сильным телом и духом. Но не все люди приходят в этот вид спорта таковыми, с сильным телом и духом. Однако при трудолюбии, да, они такими становятся. Какими будут ваши пожелания ученикам и спортсменам? Не только ученикам, но и жителям нашего любимого города. Занимайтесь физической культурой, занимайтесь спортом, если он вам интересен. Я скажу словами своего друга, Царства Небесного, Валерия Малькова. Спортом не надо дружить, спортом надо заниматься. Да, пусть так и будет. И в завершении беседы красивое, трогательное видео ко дню отца от Эмина Мамедова. Чемпион со своими сыновьями. Поддержка отца, его сила и ответственность за семью важны для нас в любом возрасте, особенно в детстве. Ты говорил, нужно лечить, если есть раны. Если война, то за спиной должен быть брат. Мой отец, ты всегда будешь сердцем моим. Мой отец, мой отец, мой отец, я всегда буду рядом с тобой. Мой отец, мой отец, мой отец. Мой отец, мой отец, мой отец.